Дом, в котором мы живем в этом году кавказскому природному, кавказскому государству. Да-да, именно кавказскому государственному заповеднику исполнилось в этом году 75 лет. Цифра, можно сказать, круглая, три четверти века. Адыгейское телевидение не могло пропустить такой даты. Что ж, для ребят очередная плановая передача. Наш северный отдел заповедника считается одним из самых красивых. Не будем разочаровывать гостей и покажем дом, в котором мы живем. А вернее, немного приоткроем дверь в этот заповедный мир. Несколько дней назад, здесь, в горном поселке Гузериполь, администрация северного отдела провела небольшое торжественное собрание. Я бы даже сказал, встречу. Встречу поколений. В разные годы эти люди работали здесь. Их судьбы тесно переплетены с судьбой заповедника. Многие из них помнят, как завезли сюда первых зубров и мучительно восстанавливали популяцию. Как гремели бои в родных ущельях. Ордена и медали на груди этих стариков могут рассказать не меньше, чем морщины на их загорелых лицах. Но всех здесь объединяло одно, бесконечная любовь к природе, к заповедному делу. Рассматривая старые фотографии на стендах, возникает непонятное чувство того, что горный мир, каковым был десятки и сотни лет назад, таким и остался по сей день. А мы, люди, с какой-то невероятной быстротой рождаемся, стареем. Но оставив философию и воспоминания о прошедшей встрече, вернемся к нашим гостям из адыгейского телевидения. Дождавшись из обхода еще двух инспекторов, мы начинаем подъем на урочище Абага, захватив с собой пилу, трос и много других лесных премудростей. И это предусмотрительностью вовсе не случайно. Несколько дней назад был сильный ветер. Жди сюрприза на дороге. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Масса времени ушла на распил упавших деревьев, но это было даже кстати. Ребята с телевидения воочию убедились, что значит труд инспекторов лесной охраны. Ведь многие ошибочно думают, что они только и разъезжают на лошадях по своим обходам. Впрочем, похуже об этом же и рассказывает им Сергей Харченко. Помимо охраны у нас много очень хозяйственной работы, разнообразнейшей. Инспектор должен уметь и с лошадью управляться, и сено накосить на всю зиму для лошади. То есть, в общем, мастер на все руки должен был человек. И домик лесной построить, и мосты построить. Да, должен быть универсальным таким человеком. Скажите, вот если бы вам сегодня предложили работать в другом месте, вы бы согласились, если бы более денежный был? Да нет, я бы не согласился, я уже пробовал уезжать в Ростов, я оттуда. Но я проработал 14 лет и уже слишком сильно привык здесь работать. Что удерживает? Образ жизни, прежде всего, природа. Сергей еще и большой радиолюбитель. И даже с этого глухого горного уголка он связывается с такими же радиоманами из Европы и Америки. А на кордоне он еще и наш радист. Действительно, труд инспектора трудно связать какими-то жесткими должностными рамками. Как правило, это люди, владеющие несколькими, если не сказать, десятками специальностей. Для них норма косить сено, объезжать и подковывать лошади, строить мосты и деревянные срубы, разбираться в древесине и столярном деле, водить машину и трактор. Ремонт бензопилы, токарное дело, да всего не упомнишь. А тем временем, Урат пытал расспросами директора нашего филиала, который рисовал картину со старинной зубра на сегодняшний день. И как только остыл двигатель нашего газона, после беспрерывного 11-километрового подъема, тронулись дальше. С погодой повезло. Оператор только успевал поворачиваться, набирая планы, словно выплывающие из какой-то снежной сказки и манящие своей глубиной и прозрачностью. Мне отчасти привыкшему к этой красоте забавно было наблюдать и снимать его. Сразу представил свое лицо на его месте, как если бы я приехал снимать незнакомые мне места. Что ж, похоже, эти съемки плановой передачи запомнятся ему надолго. Неужто не тронет сердце любого человека это палитра первых весенних цветов и голубая нескончаемая даль. Порой хочется остановить свой бег, суету дел и, плюнув на все, пожить здесь хотя бы два дня. Признаюсь, так и делаю. Если время или работа в конторе заповедника не позволяет уйти на полевые, эдак так на пару недель. Но это все лирика. Послушаем, о чем корреспондент спрашивает Немченко Александр. Стало очень много браконьеров. Я раньше работал в лесхозе. Его закрыли. Но я перешел сюда на работу, на охрану заповедника. Я местный, здесь вырос. Из-за этого я перешел в заповедник. А другой работы вы просто не могли найти? Или вот именно что-то тянет сюда? Во-первых, тянет. Во-вторых, работы у нас больше никакой нет. Я местный, я вырос в этих горах. И я вообще люблю горы. Скромничает. Все они скромнее они. Когда направляешь объектив в камеру. И озорники по жизни. Иногда удивляешься, как им удается с шуткой идти под пули браконьера. Эх, Саня. Знал бы он сейчас, что через пару месяцев те же браконьеры бросят в него гранату. Дни в мае, хоть и кажутся долгими, здесь, в горах, это обманчиво. Темнота наступает внезапно. И потому мы поторапливаемся вниз. Оставляя частицу своего сердца здесь. Надеюсь, что и вашего тоже. Субтитры создавал DimaTorzok